Друзья, ну вот, повеселитесь, послушайте из разряда Comedy Club, пранк, так пранк получился, весело, многие соскучились за Герпесом Адольфовичем, ну, собственной персоной, со всеми своими эмоциями, претензиями и категорической ненавистью к коллекторам. Обратите внимание, как Герпес Адольфович развел этого дурочка, когда тот, точнее, ушел со связью, но трубку не положил, и тот надавил на его алчность и все-таки вывел его на повторный разговор. Да, тот опять зал трубку, как только услышал, что ему какие-то деньги света, то есть оплата от клиента вроде как можно получить еще больше с ним информацию, еще больше информации, предоставив еще эсэмэску прислал, с номером договора, бери, не хочу, что называется. Да уж, не дать мне взять, дурак как дурак. Ну, давайте уже больше не будем вас отвлекать. Кстати, ничего не имею против имени Валентин, просто некий артистический комедийный ход. Ребят, не видите близко к сердцу, если слушают люди по имени Валентин, ну, просто, значит, чтобы добавить красок, сочности, этот ролик, как говорится, симпровизировал на ходу, я думаю, все, у кого мозги есть, поймете ситуацию. На прервании, я вас слушаю. Добрый день, вас приветствует ОТП Банк. Пожалуйста, оставайтесь на линии в ожидании. Конечно, ожидаем, ожидаем. Здравствуйте, на прервании я вас слушаю. Кто это? Звонок из банка ОТП, меня зовут Валентин Сергея Алексеевича, могу услышать? Я вас слушаю внимательно. Как вас зовут еще раз? Валентин меня зовут. Валя, Валя, можно к вам обращаться просто, Валя? Кто вас беспокоит? А, Валентин. Это принципиально? Вы меня выслушаете? Да, да, да. Извините, пожалуйста. ...по кредитной карте. Второй выход на просрочку уже 27 дней. Сама просрочки составляет 3250 рублей. Сейчас уточню сумму для вхождения в график. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, в трубу не кладите. Информация для вхождения в график. Сумма 5409 рублей 71 копейка. Она управляет в 5500. Прервание банка оплатить сегодня-завтра. Тут входит сумма просроченного платежа. И, по сути, уже следующий платеж, январский. Прервание банка оплатить сегодня-завтра. Скажите, когда будете оплачивать? Да, 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 я все понял. А как эта информация, предоставленная вами, может, собственно говоря, противоречить моему желанию называть вас Валя? Валентин, Валя. Прекрасное почти мужское имя. Ну, и в связи с тем, что у вас работа почти мужская, точнее, ну, больше женская, конечно. Я... Позвольте, все-таки будем продолжать общение, если вы не против. Да, конечно, продолжать общение. Уточните, уточните, Сергей Алексеевич, сейчас где работаете? Валя, я сейчас работаю компанией... ООО АЛЯМ. Как еще раз? ООО Общество с ограниченной ответственностью... Да, ООО, я понял. А, АМ, я дальше... А, потом две Л, И, АМ, Михаил. АЛЯМ. Все ясно. Ага. Что вам ясно? А, вам должность сказать? Должность? Нет, должность не надо. Проживаете где? Что значит, где проживаю? Ой, по командировкам постоянно. В данный конкретный момент времени в Санкт-Петербурге нахожусь. То есть, все так же. Кольцевая шансовая семья не поменяла, да? ОООО. Какой вы отчаянный человек. Прямо мне вот, знаете, напрягло. А вот вы... Можете отвечать на вопрос? Да, я отвечаю на вопрос, Валя. Но вот почему-то мне кажется, что вы не совсем здоровый человек. находясь на серьезной должности, хоть и на женской, да, я уточняю, вот вы взяли бы, хотя бы у меня спросили, чтобы я адрес назвал, а вы отчаянно взяли, озвучили неизвестному вам человеку адрес прописки клиента вашего банка. Что же это такое? Вы предоставили, что вы, Сергей Алексеевич, будете... Ой, да мало ли что, кто мог предоставить, а? Мало ли кто мог что сказать? Вы не подожди... Вы предоставили, как Сергей Алексеевич. А вы знаете, когда я как-то позвонил в банк и попросил получить информацию, с меня столько контрольных слов выпытали, спросили адрес прописки, спросили данные паспорта, спросили девичью фамилию матери, спросили меня 50 раз, дату рождения, и только после этого стали выдавать информацию. А когда вы звоните, вы звоните человеку, вам якобы доставили... Вы же понимаете, вы здоровый человек вообще, мозги у вас на месте, вы понимаете, что любой может сказать вот эту фамилию, имя, отчество, да? Да, сказать, это я. Это никому не... И вы начинаете выливать. Я, блядь, вам доверил свою информацию. Вы мой адрес... А если бы это не я был, а? Если бы мою трубку... Если бы меня... Связали и мою трубку вот кто-то взял из бандитов. И вот ждут, где бы узнать адрес. А тут звонит взыскатель и выдает. Какие вы сволочи, Валя? Сергей Алексеевич. Ну что, Сергей Алексеевич, обидно, честное слово, обидно. Вы меня начинаете, и вам вопросы одни задаёшь, вы уходите... Вы знаете, вы не перетягиваете на себя одеяло, Валя. Мы сейчас с вами не в постели. Вы сейчас скажите, 5500 вы когда платите? Вы знаете, я не буду ни хрена вам платить, вы несерьёзные. Пускай со мной созвонится руководитель ваш непосредственный, ваша вот эта звена, вот эта вот, куда набирают вот таких бездарей. Я ему сначала нажалуюсь на человека по имени Валя. Скажи, чтобы его выгнали к чёртвой матери. Это что такое? Я обескуяжен. Я в шоке. Я не знаю, у меня слов нет, у меня одни слюни трубку всю заплевал. Жаль только, что на вас эти слюни не попадают. Очень бы я хотел увидеть вашу оплёванную физиономию. Вы как так посмели? Всю информацию слили. Вы 230 федеральный закон вообще читали? Он вступил в силу. Владимир Владимирович Путин его подписал. Вы категорически нарушили эти все устои, пункты. Чёрт вас побери. Проходимся, а? Да что же это такое? Ай. У меня сердце сейчас выскочит от напряжения. А, Клава, дай мне что-нибудь... Ох, господи. Ой, я не могу. Это как так? А если ко мне... Ой, а если вы сейчас... Ой, ай. А меня если нападут хулиганы, украдут мой номер и вот это... Как так-то? Как? Зачем? Зачем? Зачем я к вам обратился? Вернитесь. Сергей Алексеевич. Да? Сергей Алексеевич. Вы меня сейчас успокоите? Валя, прощу вас. Скажите что-нибудь, чтобы я успокоился. Пожалуйста. Валя. Информация никуда больше не поступает, поэтому вы не... А как это не поступает? А если бы не я взял трубку? Да чёрт вас побери. А вы мой адрес надо получи. Да ещё сколько я должен, а? А если бы я заставил трубку на столе руководителя своего научного, он бы узнал, что у меня кредиты в банке. Фиг бы я увидел государственную премию. Фиг бы я увидел субсидии на свои опыты. Какие вы все, а? Тьфу на вас ещё раз. Успокойтесь, пожалуйста. Ага, успокоюсь я с вами. Успокоюсь я с вами. Сердце сейчас выскочит вон из моей груди. Клава, дай мне что-нибудь. Накапай мне чего-нибудь, Клавуся. Я ваше беспокойство, но можете не переживать. Ага, не переживать. Если такие же проходимцы, как вы, завтра кто-нибудь позвонит, а я забуду трубку у вахтёра, или где-то в гараже с друзьями забуду трубку, выпив лишнего, что тогда? И все узнают, что я должен в банк. Это моя тайна. Вам её я доверил. А вы её не соблюдаете? Вы можете позвонить на телефон горячей линии 8 800 797 40 и удостовериться ещё раз, что вы вот тебе в банк позвонили? Как это оправдывает вашу позицию, Валя? Вы только что, только что взяли и сообщили неизвестному вам человеку, неизвестному человеку полностью информацию, в том числе кредитную. Вы сами подтвердили, что вы... Да, это любой человек вот бьёт какой-нибудь мой враг, а у меня знаете сколько врагов? Вы её подтвердили несколько раз. Ну и что? Дурочок, вы ненормальный. А если несколько раз подтвердить бандит, вы знаете, что мне в пору телокранителя теперь нанимать? Ай! Вы подтверждаете информацию? Не так! Я ещё раз вам говорю, когда я звоню в банк, прежде чем мне какую-то информацию выдают, с меня столько всяких слов, а вы просто... Это вы? Да, это я. И полилось из вас, а? В заключении у тебя в банк. 230-й федеральный закон, придурок! Валя, почитай! Почитай! Это закон! Это не просто инструкции! Это закон, дебил! Ты на работу выходишь! Ты общаешься, взаимодействуйся! Да не замолчи! Замолчи! Сейчас же замолчи, с тобой человек гораздо старше тебя разговаривает! Пытаешься тут что-то бегать-мекать! Да ты и не получится! Ты всё! Ты дискредитировал себя и имя банка! ОТП! Отморозки! Там, знаете, я сейчас придумаю, как эта амбинатура может расшифроваться. Скажите, а вы морочите голову! Забудите облуждение, фанк! Вы тратите время, и моё, и ваше! Кто вам дал право так себя вести, я вам приозакон твержу! Я твержу на приозакон! А вы пытаетесь ещё реабилитироваться! Проходимец! Всего хорошего, до свидания! Диньи вы там одни! Сволочек! Клава, накапай мне! Карвалолу! Карвалолу! Накапай мне! Пойду к друзьям в гараж! Меня не жди, Клава, сегодня! Сейчас Герпес Адольфович разведёт этого дурачка ещё на дополнительный диалог, поманив его денежкой. Вот смотрите, как это интересно получилось, но уже вообще они полностью мозги отключают. Там одни проходимцы. Алё, Валя! 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 Скажи что-нибудь! Да что ж происходит? Ещё трубку не кладут! Вообще мне нервы все потрепите так! Что так? Это скорее сегодня из банка позвонили, это бандиты! Валя! Валя, скажи, что ты из банка! Валя! Клава, прячь! Всё к чёртовой матери! Уезжаем на дачу! А нет, и на даче найдут меня! Валя, сколько у нас денег осталось? Надо... Надо... Надо службу охраны какой-нибудь звонить! Валя, сделай что-нибудь! Успокой меня! Клава! Клава, накапай! Нет, трубку не кладут! Да что ж такое-то, а? Сейчас я чувствую, сейчас какой грубый голос мне ответит! И всё! Пропала моя жизнь! Клава! А, Валя! Давайте я заплачу! Валя, как заплатить? Вы меня убедили, я... Всё, я успокоился! Валентин! Валентин! Валентин, вы меня слышите? Давайте договариваться, как оплату произвести! Валентин! Я вам уже всё сказал, вы... Не-не-не-не-не-не-не-не! Валентин, давайте-давайте! Я так и знаю, вы издеваетесь, да, надо мной? Трубку не кладёте, видите, как человеку тяжело! Хорошо! Что нужно, чтобы оплатить эти ваши пять тысяч или сколько? Сколько я вообще должен там, в конце концов, а? Пять пятьсот на сегодняшний день! Не-не-не, полностью! Всё! Мне эти кредиты, я хочу полностью всё выплатить! Сколько там сумма полная, досрочная вот это вот погашение? Сколько надо заплатить? Ой, я... У меня просто нервов никаких не хватает! У меня есть заначка! Клава, сколько там у нас денег, сейчас он скажет мне! Сергей Алексеевич! А? Сочните тогда, где сейчас работаете? Общество с ограниченной ответственностью Алям! А с кем проживаете, можете уточнить? Ну, сейчас вот Клавуся, сестрица моя, что приехала, ну, жена на даче! Как супругу зовут вашу, можете сказать? Не скажу, я боюсь ещё до сих пор, кто вы, ага, вот так вот, нет, давайте просто коротенько сейчас... Можете уточнить, как супругу зовут, я тогда буду сопоставлять данные, которые вы предоставляли? Чем вы их будете сопоставлять? Я вас прошу одну оказать мне услугу, в конце концов, вы перестать уже мне нервы, типа... Скажите, сколько нужно денег заплатить, чтобы закрыть все претензии от банка? Я вам скажу просто, можете уточнить, как супругу вашу зовут? Нет, я боюсь, как вы понимаете, вообще вам что-то говорить. Вам что? Я тебе тоже не уверен, что вы не перевернёте мою информацию. Я тоже сейчас не уверен, что если я вам скажу, и вы не перевернёте мою информацию. Я вам сказал... Куда её? Куда её перевернуть? Куда я её переверну? Куда я её переверну? Что вам ещё надо? Вы звоните на мой номер телефона, перестаньте мне морочить голову, в конце концов. Я вас умоляю, Валя. Я вам сейчас на ваш сотовый телефон отправил. Кого отправили? Я тогда 5-5 реквизитов для оплаты. СМС-кой вам отправил. А сколько там денег я должен вы отправили? Тоже, да? 5-5 сот для вхождения в график. Не-не-не, я хочу полностью оплатить всё, Валя. Я всё хочу, у меня это... Никаких нервов не хватит. Будь проклят, тот день, когда я обратился за кредитом в этот банк. Сколько надо денег больше заплатить? Ой, простите меня, я себя еле сдерживаю. Да. На сегодняшний день сумма для вхождения в график, сумма для полного, 72 498 рублей 46 копеек. Сколько? Да, и 2 тысячи. Для вхождения в график 5, а для этого 2? Ничего не понимаешь. 5-5 сот. Нет, 73. 72 498. А, 70. Я хочу всё полностью до копеечки мне скажите, и как сделать так, чтобы лишнего не переплатить. Когда будете вносить до копеечки? Я сегодня, я вот сегодня, я сегодня. У меня есть, у меня там заначки 1100 есть. Где будете оплачивать? А вот я и хотел вас спросить, как это лучше сделать, чтобы до копеечки всё отдать. До этого все оплачивали. Я, как правило, у меня, ну я, это, ходил там в отделение, отдавал, но я, ну так вот как-то так. У меня чаще, чаще моя супруга ходила. Я финансы не веду, я такой подкаблучник, знаете, уж честным буду с вами. Вот, как мне лучше? А надо номер договора им говорить, или что? Как надо правильно поступить-то, чтобы? Полностью по реквизитам, достаточно по номеру счёта. Можно оплатить через Евросеть, платеж поступает на следующий день. А вы сейчас скинули смс, да, номер счёта, там всё это на этот телефончик на мой, да? Да, да, там номер счёта, номер договора. Номер мой счёт, день, номер договора скинули, да? Да, да, да. Прямо смс-очкой, да? Да. Ага. Да. Номер смс-кой сбросил на ваш сутовый телефон. Угу, понятное дело. Кто там работает? А, сейчас я трубочку передам, тут подошёл человек, он хочет, который мои финансовые дела решает, мой руководитель. Секундочку, не кладите трубку, Валя. Не, руководитель не интересен. Не-не-не-не, он вам хочет пару слов сказать. Одну секунду, терпение, вам может это понравиться. Алло. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Как-то не слышно. Алло. Слышно сейчас? Сергей Алексеевич, я могу пригласить телефон? Нет, он отошёл, он трубку передал мне. Я руководитель компании «Алиам». Меня Кузнецов Дмитрий Евгеньевич зовут. Слушайте меня внимательно. Сейчас вы категорически, вероломно и со всеми вытекающими последствиями нарушили закон о банках и банковской деятельности, а именно конкретнее закон о банковской тайне. Рот закройте и слушайте меня. Вы сделали всё, вы сказали уже всё. Вы уже всё сказали, что могли бы сказать. Итак, представьтесь ещё раз, запись этого телефонного разговора сейчас ведётся, она будет предоставлена. Это происходило в присутствии двух свидетелей, будьте уверены, этот разговор будет квалифицироваться как доказательство. Нет, Сергей Алексеевич сейчас в нервном напряжении сидит и пьёт карвалол. Итак, вы сейчас... 230 федерального закона, вот ты бы задумался, задумался, откуда у человека такие познания, хотя бы даже поверхностные, и всё равно продолжает нести свою чепуху, и в конце концов, думая своими остатками своего мозга, что это будет лучше, да, не озвучивает вслух, а я скинул смс-кой. То есть он скинул смс-кой, что в принципе, ну, каким-то образом даже ещё больше усугубляет его положение как идиота полного и человека, нарушившего, ну, как уже сказал потом руководитель компании АЛЯМ, закон о банках и банковской деятельности, да, то есть нарушив банковскую тайну. И как это чудо затроило, когда услышала уверенный голос. Ну, можно этого? А, Сергей Алексеевич, можно? А, можно этого? А, Сергей Алексеевич, можно? То есть ничего умнее он не придумал, как просто вот съехать таким образом и просто тупо кинул трубку, хотя в самом начале, когда он подумал, что разговор прекратился, вы помните, да, точнее не в начале, там во второй половине разговора, да, когда была пауза и когда Герпиас Адольфович вдруг сказал, что он готов оплатить, он опять вернулся на связь, да, а в этот раз всё он не выдержал, плевать ему на все свои там деньги, которые он пытался там заработать, да, закончив этот разговор. И он испугался до такой степени, что даже деньги на второй план отошли и бросил трубку. Ну, ребят, я надеюсь, этот ролик вас повеселил. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А для тех, кому интересна юридическая защита, в описании видео есть ссылочка на наш сайт. На самом деле мы очень серьёзные люди, но степень юмора нам всегда присуща. И я напомню, все самые большие глупости в этом мире совершаются с серьёзным выражением лица. Поэтому не судите строго, это, собственно говоря, юмористический подход, он традиционный в нашем канале. Мы всегда стараемся разбавлять ситуацию неким комедийным таким сюжетом. Ну, в общем-то, в данный конкретный момент всё серьёзно. На связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания АЛЯМ. Всего хорошего, удачи и счастья вам и вашим близким. До свидания.